Добрый вечер, друзья! Как сказать, чтобы не сказать, я обалдею. Я тоже очень рад нашей встрече сегодняшней. Искренне рад, потому что вот такая встреча, встреча с этой темой, которая для меня самая важная, самая главная, с которой у меня все началось, я ее ждал очень долго, честно сказать. И поэтому счастлив, что сейчас вы позволили себе выделить какое-то время для того, чтобы познакомиться с тем знанием, которое уже очень многим людям поменяло жизнь в лучшую сторону. И, собственно, меня зовут Михаил Литинский. Я сейчас, пока шел ролик, просмотрел вот эту книгу и думаю, ну неужели это я ее написал когда-то? Неужели я такой умный? И, знаете, шутки шутками. На самом деле мне очень нравится все, что я здесь увидел. И надеюсь, что хотя бы чуть-чуть смогу поделиться с вами сегодня этим воодушевлением, поделиться той шикарной возможностью, которая дает, собственно, искусство взаимодействия со временем, нашим самым главным ресурсом, Богом данным. Как будет сегодня все проходить? Очень коротенько. Помните карнавальная ночь? Очень коротко, минут на 45. Думаю, что примерно так и будет. Мы поговорим с вами об основных моментах и, собственно, какая моя задача, как я ее вижу на сегодняшний день в данном контексте. Я очень хочу, чтобы вы воодушевились настолько, чтобы попробовать то, о чем идет речь. Потому что здесь, например, в ролике уже вы видели, слышали, да, говорили все о золотых ключиках. Это один из самых главных ключиков, один из самых главных ключей в тот самый мир неограниченных возможностей. Я буквально пару дней назад разговаривал с очень состоятельным человеком, состоятельным по всем направлениям. Это материальный мир, это зона влияния, это мировая известность на сегодняшний день. И что, собственно, я слышу? Вот он чуть-чуть старше меня и разговор, собственно, о чем? Все хорошо, все классно, но вопросы со здоровьем, но нехватка катастрофического времени. И все, 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 знаете, все то, что мне так нужно на сегодняшний день донести вот до тех людей, которые сейчас, собственно, присутствуют. У нас, я думаю, все уже в теме. Поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого все хорошо, видно, слышно, потому что мы сейчас будем начинать. Собственно, мы уже начали, и хотелось бы не отвлекаться вообще больше по этому поводу. Поставьте плюсики, кто хорошо видит, кто хорошо слышит, и поставьте, пожалуйста, пятерочки с плюсом, у кого еще при этом хорошее настроение и предчувствие чего-то хорошего. И, собственно, с Богом. Так вот, я говорю, слушай, я же рассказывал тебе еще лет 10 назад о школе вот этой необычной искусство ориентирования во времени. Он говорит, я как раз по этому поводу тебе и звоню. Что там в силе, с чего начать. Я чувствую, что наконец-то момент настал, то есть момент созрел. Все, я уже понимаю, что именно так, а не иначе. Как бы я выскочу из этой круговерки. И параллельно встретился с целым рядом людей. Знаете, вот знаки такие в жизни часто бывают. Целый ряд людей тоже достаточно состоятельных, достаточно интересных людей, которые все говорят одно и то же. Я рано стою, я занимаюсь собой, я занимаюсь как бы оздоровлением, саморазвитием. И началось у меня все, как бы, собственно, в моей жизни. Все, что связано со счастьем и радостью. И со здоровьем, кстати, все с улучшением распорядка дня. И многие, знаете, сейчас, может быть, слушают и не очень понимают, при чем здесь распорядок дня. Ну, например, к деньгам. Или, может быть, к здоровью. Знаете, вот в этой книжке «Искусство ориентирования во времени» очень много таких базовых тезисных вещей, описанных с точки зрения истории определенных совершенно конкретных людей. И что вот сейчас, ребята, если кто-то из Минска сейчас нас смотрит, всем привет. Только что работали в Белоруссии. Очень интересно оказалась страна, хорошие люди. Много впечатлений. И одно из последних впечатлений, представьте, ну, что называется прямо в тему нашу. Уже кулуарное общение, уже, в принципе, разъезжались, говорили о стратегии и тактике. И один из наших компаньонов, один из моих друзей новых, с которыми познакомился в Минске, рассказывает такую историю, что у президента Белоруссии есть человек, советник, который более 25 лет неизменно занимает свой пост. И очень влиятельный человек, решает практически все вопросы. Эта женщина строит мужиков. И смотрите, в чем нюанс. Ну, что для меня, казалось, в данном контексте очень интересно, особо интересно. Меня всегда такие люди интересуют. Первые, бывают такие дни, когда первые записи, первые переписки начинаются в 5 часов, 5 часов 20 минут. Услышьте. Раннее утро, человек уже в форме, он уже привел себя в порядок и начинает деловую деятельность с раннего утра. Отсюда такая эффективность, отсюда такие возможности необыкновенные. И я сталкиваюсь с этим сплошь и рядом. Распорядок дня, правильное питание и процесс подшел. В этой книге я привожу пример одного очень для меня значимого человека. Когда я у него спрашивал, подожди, а с чего у тебя все началось? А он на тот момент уже был долларовым миллионером. Он сказал, я просто стал вставать раньше, я просто стал вставать до рассвета. И, собственно, что сейчас нас ожидает? Я немножко расскажу теоретически об основных моментах, которые связаны со временем, ровно настолько, чтобы если вы заинтересовались, чтобы вы могли этим воспользоваться. И потом покажу на практике определенные вещи, которыми я давно пользуюсь. И именно они задают вот этот тонус, задают вот этот особый ресурс. И, собственно, то, что происходит с нами по жизни, я считаю, непосредственно связано с самым-самым началом дня. И вот, собственно, начало дня. Если у кого-то есть возможность, сейчас еще, кстати, лето, сейчас сезон отдыха, да, многие, кто не успел за лето отдохнуть, сейчас уезжают. Я знаю, наши компаньоны в Турции сейчас, в Хургаде, я знаю, наши компаньоны сейчас отдыхают на побережье Индийского океана, по всему миру практически. Я знаю, что сейчас у нас многие компаньоны из разных стран мира, сейчас прямо участвую в этом нашем сегодняшнем мероприятии, уже запланировали какие-то поездки. И вот, что, собственно, предлагаю, друзья, если еще не пользуетесь хотя бы один разок, ну, позвольте себе вот это счастье, позвольте себе вот это нечто, которое, знаете, словами даже описать сложно, и тем не менее я попытаюсь. предрассветное время, солнце вот-вот пройдет вот эту линию, знаете, линия горизонта, и если вы хотя бы раз видели, как оно выкатывается, вот это его величество солнца, просто выкатывается из-за этой линии и наполняет весь мир вокруг особым таким состоянием. И посмотрите внимательно, что происходит с природой. Я очень люблю гулять перед восходом солнца, и, знаете, бывают дни, когда это просто невозможно по каким-то причинам, то ли ты где-то в пути, то ли еще какие-то обстоятельства. И, знаете, раз за разом, как бы, я вспоминаю о вот этом ресурсе, который дается каждый день, и это дает силы, собственно, жить дальше, жить в радости, в счастье, любви, гармонии, процветания. И вот, смотрите, вот-вот появится диск солнца. Обычно в это время тишина, если вы на море, просто посмотрите, большая часть случая, море как стол, если водоем, вода как стол. Знаете, пробегает такой легкий ветерок, он шевелит листья деревьев, птицы, которые до этого там чистили перья, там странные такие звуки издавали, они вдруг, знаете, как оживают. Кто-то начинает громко разговаривать, а про птиц сейчас, кто-то просто взлетает и летит, расправляет крылья. Вот этот волшебный миг, знаете, вся природа его ждет. Вся природа, кроме тех из нас, кто в это время спит. Особое состояние, особая ситуация, собственно, астрология не сегодняшняя тема наша, но хотя бы две планеты, которые имеют максимальное влияние на нас, на людей, на все живое. Хотя бы две, нужно знать, да? Это солнце и луна, да, как вы понимаете. И вот об этом мы сегодня и поговорим. Больше о солнце. Почему? Потому что, если вы хотите быть здоровы, вам поможет солнце. Если вы хотите быть успешны, вам поможет солнце. Если вы руководитель, если вы большой гос и вам не хватает энергии, вам поможет солнце. Если у вас вопросы с ЖКТ, там, что-то с перевариванием пищи, вам поможет солнце. Если вам не хватает радости, если вам не хватает счастья, если вам не хватает энергии, вам поможет солнце, друзья. И это закон, который можно знать, можно не знать, можно соблюдать, можно не соблюдать. Ну, это как правило дорожного движения. Можно, конечно, нарушать эти правила, но рано или поздно возникнет прецедент, да? То есть, вернее, прецедент создаем мы, возникнет ситуация, которая поможет нам понять, что, подожди, что-то не так. И вот таким образом работают законы природы, они есть, как-то, я думаю, раз вы на этой встрече, вы это прекрасно все понимаете. Эти законы есть, они работают как часики, причем независимо от того, знаем мы их, не знаем, соблюдаем, не соблюдаем. Вот так и, собственно, с законами, которые главными по влиянию на нас планетами, с Солнцем и с Луном. Что, собственно, важно? Я вспоминаю такой случай, кстати. Не знаю, может быть, вы с этим сталкивались. Когда-то еще при Советском Союзе, ну, какой был отдых тогда? Это Черное море, это обычно, как говорили большинство туда ездили, дикарями, да? Как может быть, кто-то из вас сейчас это делает? Так вот, это было в Гурзуфе, нас поселили, мест нету вообще тотально, нас поселили, в смысле, меня с женой и маленького ребенка, там буквально два или два с половиной годика. Поселили в комнату, смежная комната, там буквально за дверью женщина. И, ну, отдельная песня, я не буду рассказывать всю предысторию, хотя очень поучительная штука была. И единственная была задача моя на отдыхе, просто представьте, заснуть раньше, чем она. Как вы думаете, почему? Этот храп, знаете, подобного я больше никогда не слышал вообще. Это как соловьиные трели, знаете, многоколенные такие, как это сказать, пересвисты, перехрюхи. Но спать совершенно невозможно. И что делать тоже невозможно. То есть, если ты заснул, то ты уже не слышишь. Если ты не заснул, то, ну, все, ночь, можно идти гулять, короче. И когда наступил кульминационный момент, это было в одну из ночей, когда, ну, я понял, что все, больше я так отдыхать не могу. Я прошу жену, ну, пойди там как-то, разбуди там, попроси перевернуться, не знаю, что. Она говорит, ты пойди, ну, как я пойду, женщина. И тут в этот момент просыпается ребенок и таким громким голосом, знаете, как дети умеют ночью, в тишине в этой, в тишине, вот, с соловьиными, в кавычках, переливами. Говорит, а он видит, что я сижу, как бы, не сплю. Он и говорит, папа, кто там мотоцикл под окном поставил? И тут, знаете, истерический хохот, ну, мы с женой, как бы уже кульминация была, вы понимаете? Женщина проснулась. И, как вы понимаете, удалось заснуть. Я сейчас на чем хочу сделать акцент, друзья. Вы, наверное, замечали, что если ты спишь, то, в принципе, тебе все равно. Свет кто-то включил или кто-то зашел, вышел. Ну, вот, если ты хочешь спать, и ты спишь. Но это происходит не всегда. Всегда наступает такой момент, когда ты начинаешь вдруг во сне все слышать. Всегда это происходит. Никогда не задумывались вообще, а что это такое, с чем это едят, и вообще, как это можно использовать для своего успеха, например, для своего здоровья, счастья и процветания. Вот, собственно, это вот оно, друзья. Это то самое знание, к которому сейчас мы непосредственно с вами приблизились, и сейчас, может быть, кто-то впервые, кто-то в очередной раз, я знаю, много компаньонов эту школу знают уже ни один, ни два, ни три раза по школе счастья, которую раньше не было возможности в режиме онлайн проводить. И тем не менее, она была, да, много лет назад. Я думаю, все равно всем важно, как и мне было важно пересмотреть вот эту книгу, потому что я для себя сделал много важных выводов. Сейчас, и я кое-что сейчас, буквально с сегодняшнего дня уже начал подправлять. Вот вчера вечером начал смотреть эту книгу, получил массу удовольствия, как, возможно, кто-то из вас. Так вот, о чем идет речь? Как и любые законы природы, не имеет значения, вы понимаете, не понимаете, знаете их, не знаете. Имеет значение, придерживаетесь ли вы их или не придерживаетесь. То есть работает все очень просто. Если вы придерживаетесь этих законов, в данном случае я сейчас хочу поговорить в основном о той энергии, которую дает Солнце. Энергия счастья, энергия процветания, энергия радости, энергия здоровья. Вот если чего-то из этого вам хотя бы немножко не хватает, значит пора восстановить взаимоотношения с Солнцем. И это делается очень просто. Так вот, Солнцу все равно, как мы к нему относимся. Уважительно, неуважительно, никак не относимся. Знаете, вот я часто слышу, Солнце очень вредно, там, прячься в тень, там. Как вы думаете, кстати, это правильно или неправильно? Какой вопрос на засыпку. Кто-то говорит, да, правильно, кто-то, да, неправильно, и те, и другие правы, я считаю. Потому что всему свое время. И вот эта книга, кстати, начинается с эпиграфа, знаете, я, честно сказать, порадовался, слова Соломона Мудрого. Всему свой час и время всякому делу под небеса. Время родиться и время умирать. Время разрушать и время строить. Время разбрасывать камни и время складывать камни. Время молчать и время говорить. И так далее. Это отрывок. Всему свое время. И лучше знать, чему, какое время, чем не знать. Как бы вы отнеслись к тому, что встречаете по жизни человека. Давайте так. Как вы думаете, как выглядит человек, которому только что дали полгу, ну, такими вот странными, на мой взгляд, поначалу мне казалось все это странным, странными заключениями. Ты ничего не умеешь из того, что для тебя жизненно необходимо. Вот представьте, вам это сказали. Вот ваша реакция. И продолжение. Ты не умеешь дышать. Ты не умеешь спать. Ты не умеешь переваривать пищу. Ты не умеешь говорить. Ты не умеешь заниматься сексом. В общем, ничего, друзья, ты не умеешь. Вот представьте, это я сейчас о себе рассказываю. Это человек мне в свое время, когда я это сказал, я, честно сказать, в душе немножко так встал на дыбы. Как это, я ничего не умею. Мы же дышим. Чему тут учиться? Даже в школу не надо ходить, чтобы научиться дышать. Мы умеем считать, писать, много чего умеем, чему учимся. Но как научиться быть счастливым? Как научиться использовать Богом данный ресурс, вот наше тело, для того, чтобы прожить максимально эффективно? И чтобы самому получить удовольствие от этой жизни, еще и поделиться этим ресурсом с окружающими. Возможно ли это вообще? Да, возможно. И вот я приводил часто примеры. Знаете, вот человек начинает заниматься оздоровлением, саморазвитием, и многие первое, что делают, это чуть раньше и бегают на стадионе. Вот если вы завтра выйдете утром на стадион, или, собственно, в любое время, удобное для вас, и увидите, как люди занимаются оздоровлением, то есть бегают, вы увидите, что они все бегают против часовой стрелки. Если бы люди знали, почему именно нужно бегать, например, бегать по часовой стрелке, они бы никогда не делали наоборот. Если бы знали. Такая мелочь маленькая. Знаете, вот в армии мужики, кто служил в армии, может быть, сейчас там есть военнослужащие. С какой ноги начинается движение, друзья? С левой, совершенно верно. С левой, левой, раз, два, три. Так вот, если бы люди знали, почему именно нельзя с левой ноги начинать движение, даже вставать утром. Кстати, слышали выражение такое, встал с левой ноги, да? Наверняка все слышали, и что? Мы знаем, что встал с левой ноги, это плохо, и тем не менее, по привычке зачастую начинаем двигаться с левой ноги, и так далее. И сегодня тема «Время». Самая главная тема, то, с чего начинается. Если кто-то из вас уже принял решение улучшить каким-то образом свою жизнь, любой аспект, любой аспект. Мы рассматриваем, в принципе, три основных аспекта. Это финансовая свобода, это свобода, которая дает здоровое тело, и это свобода, которая дает нам время, да? То есть, если есть время, если есть здоровье, и есть финансы, то это уже уровень жизни определенный. Так вот, если вы хотя бы по какому-то из этих, ну, в смысле, любых других направлений решили улучшить свою жизнь, друзья, то будьте сегодня очень внимательны. Значит, о чем идет речь? Ну, представьте такую ситуацию. Представьте такую ситуацию. Человек очень хочет быть успешным. Очень хочет быть успешным. И он не просто хочет, он способен действовать. Он усилием воли делает какие-то действия. Не какие-то, а уже он обучен делать действия. Сплошь и рядом это происходит. Я сегодня буду говорить на примере кораллового клуба, да? Я уже 17 лет в коралловом клубе, и знаете, вот, это не обязательно, этот пример рассмотреть, но просто я хочу как бы на своем примере определенные очень важные аспекты вам показать. И человек делает действия, он хочет построить организацию, он обучен, он, у него все хорошо, он хорошо уже звучит, и у него ничего не получается. Ну, просто вот представьте такую ситуацию. Мало того, даже когда получается, приходят новые компаньоны, потом очень сложно, потом нужно постоянно этих людей мотивировать, постоянно нужно что-то делать и действовать в том же ключе, чтобы эти люди получили мотивацию. И бывает такое, что эти люди не задерживаются, даже при том шикарном продукте, который есть. Я говорю сейчас о волшебной воде нашей, да? Ну, собственно, речь не о клубе, я хочу вам пример привести. Вопрос, как вы думаете, в чем проблема? Еще раз, вот внимание. Когда человек ничего не делает, и у него ничего не получается, ну ладно, здесь все понятно, да? Но человек делает действия, делает их определенное количество времени, делает с определенной усидчивостью, да? У него есть темп встреч, у него есть навыки уже организационные, он даже уже семинар организовывал сам. И тем не менее, желаемых результатов нет. В чем вопрос, друзья? Первое, на что я рекомендую обратить своим компаньонам внимание, это распорядок дня. Я скажу еще больше. Знаете, как раньше говорили, будем плясать от печки. Будем плясать от самого нашего раннего часа, да? От нашего пробуждения и подъема. Это самое главное. Я просто сейчас обозначу, собственно, суть, основной момент. Есть совершенно конкретное время, да? Вот время, от которого зависит потом весь наш день. Я говорю об утреннем времени, естественно. И вы слышали наверняка такое выражение, кто рано встает, тому Бог дает. Ну, слышали, верно? Так вот, что дает, что именно дает? Я думаю, все уже убедились, что это так и есть, однозначно так и есть. Причем, смотрите, кто-то встает по стечению обстоятельств. Здесь в книжке приведен пример, это совершенно конкретный человек, который рано встает, и я всегда стараюсь общаться с людьми, вот узнавать, почему, что, как, вот, с чего все начинается. И он говорит простые вещи. Я тренируюсь, он спортсмен, кроме всего прочего. У меня с утра тренировка ранняя, потом я привожу себя в порядок, потом домашние всякие, ну, естественно, такие утренние вопросы. И он еще дочку отводит там в садик, по-моему, тогда это еще было. И таким образом он встает еще до пяти часов утра. Я говорю, ну, слушай, Андрей, ну, ты понимаешь, что ты обречен на успех вообще. Вот то, что ты это делаешь, предрасполагает тебя к большому успеху в жизни. Потом мы не виделись какое-то долгое время, и что я вижу? Смотрите, у него был магазинчик небольшой, да, спортивное оборудование там и все такое прочее. Перед Евро, да, правильно я говорю, футбол когда был, Евро это назвал, в Харькове тоже был один из центров этого мероприятия. Он назначен руководителем громадного куста, причем там в эпицентре событий на стадионе. Неудивительно, друзья, то есть в той сфере, в которой он развивается и занимается, он добивается максимального успеха. Кто-то из вас скажет, подожди, а при чем здесь рано встает? Самое непосредственное отношение. Я хочу, чтобы просто вы знали, если вам достаточно иметь просто хорошее здоровье, вы можете вставать до 6 утра, то есть с 5 до 6. Если вы хотите при этом процветать, сейчас вот внимание, если кто-то что-то помечает, вот это один из главных моментов. Я буду фиксировать эти моменты, чтобы вам удобно было помечать для тех, кто это делает. Так вот это стоит того, чтобы пометить. С 5 до 6 утра – это здоровье. С 4 до 5 утра – это процветание, то есть это успех в бизнесе и в жизни. И с 3 до 4 утра, смотрите, заметьте, с 3 до 6 мы время рассматриваем. С 3 до 4 утра – это отдельная песня, это особое саморазвитие, это особые знания. Сейчас об этом говорить сильно не будем. Но просто, чтобы вы знали. Хотите быть здоровы – вставайте в 5 часов, до 6, по крайней мере. Хотите быть успешны, хотите быть большим руководителем. Руководителем, например, просто обязательно это знать. Почему? Потому что, если он это не делает регулярно, у него рано или поздно кончится ресурс. Энергии не хватает, и получается, он все это делает за счет своего ресурса. Что будет дальше, ну вы, наверное, знаете. Все очень просто. Дальше проблемы со здоровьем. Если вы хотите развиваться по каким-то особым направлениям, это еще более ранний подъем. И, собственно, мы сегодня еще к этому вернемся. Я хочу, чтобы вы просто это знали. То же самое со сном. Знаете, вот очень многие люди, очень многие люди игнорируют выражение древних мудрецов, которые гласит, когда у мудреца день, у глупца ночь. И наоборот, соответственно. И это вообще-то мистическое знание. Это знание, которое, знаете, я бы изучал это как таблицу умножения в младших классах. Потому что большинство людей этим знанием не пользуются по одной единственной причине. Они не знают, что это так и есть. Так вот, в чем вопрос? Большинство людей ложатся не раньше 11 часов. Обычно позже. Почему я спокойно об этом говорю? Потому что я раньше вообще ложился не раньше двух часов. Раньше ложился не раньше. Ну да, сформулирую. То есть такой был распорядок. Я был убежден, что я сова. И поэтому, ну вот как-то вот так. И знаете, я с ужасом сейчас вспоминаю тот период жизни. До момента, когда, помните, я говорил, человек сказал, ты вообще ничего не умеешь. Ты вообще ничего, ты даже дышать не умеешь. Не то, что там какие-то серьезные вещи. И сейчас я с ним согласен, но тогда надо бы, как это так? Так живут многие люди. Многие люди по ночам работают, вынуждены работать. Многие люди, просыпаясь утром, будильник останавливают, еще там 3 минутки, еще там 5 хотя бы минуток. И потом бегут как оголтелые на работу. И вот эта круговерть заканчивается очень плачевно обычно. То есть жизнь позади, а реально ничего не произошло из того, о чем мы мечтали в детстве. И вот смотрите, начинается все с утра, да? И если человек не спит с 9 до 11 вечера, с 21 до 23, у него разрушается тонкое тело. Вы можете в это верить, вы можете не верить, а можете просто взять и проанализировать. В чем это выражается? Знаете, поначалу человек как бы становится немножко раздражительным, что ли. Он становится немножко агрессивным, вот так скорее. Раздражительным и агрессивным. И в кругу общения это чувствуется. И люди, которым мы, собственно, привлекаемся определенным образом, или они к нам привлекаются по жизни, особенно вот, допустим, если человек занимается агрессивным клубом как бизнесом, да? То какая вероятность, что к нам притянутся люди не такие, как мы, друзья? Ну вы же знаете, в принципе, притяжение подобного. И сразу возникает вопрос, я думаю, он у многих из вас возникнет. Ну как это возможно в 9 часов ложиться спать? И вот здесь мы начинаем, собственно, с самого начала, с самого главного. Здесь будет что пометить. Поэтому, если кому-то важно, подготовьте, чем писать и на чем писать. Мы приготовили для вас несколько слайдов. И один из базовых слайдов школы искусства ориентирования во времени это определение времени, да? Ну, это наша обложка, собственно. Есть цикл запрещенная реальность. Друзья, кем запрещенная? Скажите, пожалуйста, вы понимаете это, да? Я приглашаю вас в параллельный мир. И только от вас зависит, позволите ли вы себе это. Только от вас это зависит. Запрещена эта реальность только нами, возможно. Итак, астрономическое время. То есть вот это самый главный вопрос. И это для многих, ну, камень преткновения, что ли. То есть большинство людей через вот этот момент перейти не могут. Посмотрите, пожалуйста, он, как им, ну, все триады практически состоит из трех элементарных действий. Три простых арифметических действия. И вы сейчас поймете, насколько это важно, насколько актуально. В частности, я сразу хочу снять с вас вот этот прессинг. В Харькове, да, я сейчас нахожусь в Харькове. Девять часов вечера, то есть 21.00 сейчас наступает в 22 часа 26 минут. Услышали, да? Почему так? Потому что мы рассматриваем не время на часах. Мы рассматриваем солнечное время или астрономическое время. И, собственно, теперь вот внимание, пожалуйста, на экран. Первое действие. Определяем время по Гринвичу. Да? Это очень просто. Практически сейчас у каждого в телефоне, у каждого в компьютере есть возможность посмотреть часовые пояса, часовое время. И вы можете просто посмотреть это элементарно, ну, в любом источнике открыто. Второе действие. Узнаем свою долготу и делим ее на 15 градусов. Почему на 15 именно градусов? Земной шар, мы сейчас говорим о долготе, обратили внимание? Не о широте, а о долготе. Земной шар, вот как арбуз, на такие дольки, условно разделен на меридианы, да? И разделено это по 15 градусов. Таким образом, если, например, долгота Харькова, долгота, кстати, бывает восточная и западная, да? Широта бывает южная и северная. Чуть-чуть, хотя бы, чтобы вы научились разбираться, потому что вот это самый сложный, самый скользкий момент, в принципе. Делим на 15 градусов. Если 36 градусов, там, для Харькова с копейками, вы можете прямо сейчас высчитывать. Сейчас практически программы, которые, там, компас или какие у вас программы есть, с геолокацией связаны, они вам показывают прямо точку, где вы находитесь. То есть широту, долготу и все такое прочее. Так вот, берем долготу, делим ее на 15 градусов. Это второе действие. И, собственно, третье действие. Полученную поправку добавляем ко времени определенному по Гринвичу. Вот и вся арифметика. Таким образом, поправка по нашему региону на сегодняшний момент, вот на время сейчас, 1 час 26 минут. И, как вы понимаете, когда я говорю, нужно вставать, например, с 5 до 6, да, чтобы быть здоровым. То есть реально в Харькове на сегодня это с 6,25 до 7,25. Ну, скажите, пожалуйста, это возможно вообще или нет? Если вы хотите быть здоровым. Если вы хотите преуспевать, соответственно, то во сколько нужно вставать? Мы уже с вами знаем, что нужно вставать с 4 до 5. Вот для Харькова сегодня это с 5,25 до 6,25. Очень все реально, очень доступно. Это единственная проблема. Все делается для того, чтобы запутать людей, чтобы реально посчитали вот эту поправку. Поэтому первое, чему нужно обучиться, если вы хотите перенаправить свой путь в сторону счастья и процветания, это высчитывать вот эту поправку. Поправку, собственно, в той точке, в которой вы находитесь. То есть если сейчас вы отдыхаете, например, в Египте или в Турции, да, то я обычно прежде чем ехать, чтобы там время не тратить, заранее это просчитываю. И поправки очень легкие, очень доступные, очень достойные. А во времени, друзья, во времени, знаете, ну, когда начинаешь как бы вот соблюдать вот эти правила, которые нам диктует солнце, день выстраивается совершенно по-другому. И сейчас, собственно, я предлагаю посмотреть наши слайды. Бегло пробежимся по основным моментам. И с утра, собственно, а потом, если вас вдруг заинтересует эта информация, просто обращайтесь с людям, которые дали вам эту ссылку или пригласили на эту встречу. Итак, утро. Итак, утро. Что происходит с нами утром? Распорядок дня. Утренний распорядок дня. Это самое главное. От этого все зависит. И я вот сейчас, собственно, принес некоторые вещи, показать вам, собственно, что я делаю, как я этим пользуюсь. Потому что здесь есть, вы уже прочитали, если кто-то помечает, просто пометьте вот этот момент, а потом поговорим чуть-чуть подробнее. Ну, волосы, друзья. Первый пункт. Волосы. Это делается все гораздо быстрее, чем я сейчас буду рассказывать. Гораздо быстрее. И тем не менее. Утром. Знаете, с чего рекомендую начинать? Многим сложно очень проснуться. Я рекомендую, прямо не вставая с постели, начинать утро с гимнастики для глаз. Кто еще не понимает, что это, посмотрите К-12. У нас есть на Джуз-канале. Там одно из упражнений гимнастика для глаз. Так вот, прямо в постели, прямо не вставая. Знаете, потрясающий эффект, на себе много раз испробовано. Знаете, бывает так, что сил нет вообще, глаза пронрать с утра. Ну, бывает всякое, да? Начинаешь это делать, главное вспомнить с утра. В этом особом состоянии, знаете, мы утром находимся в особом, ученые говорят, альфа-состоянии, да? И не нужно учиться даже входить в него, мы в нем уже находимся, да? Два раза в день. После того, как просыпаемся, и перед тем, как, собственно, засыпаем, да? Вот этот волшебный момент. В этом состоянии начинаете делать гимнастику для глаз. Эффект просто потрясающий. И вот, естественно, появляются силы, появляется энергия. Вы встаете, сходили в туалет. И вот вы прямо возле умывальника, вы смотрите на себя в зеркало, да? Первые штрихи. Волосы. Что предлагается? Массаж. Это все делается очень быстро. Я не знаю, я, конечно, предполагаю, что испорчу прическу, ну, покажу вам, это делается очень просто. Берете волосы этих по направлению роста. Вопрос сразу, если волос нет вообще, ну, тогда акупунктура, да? Посмотрите, у нас тоже есть эти зоны. Просто массаж, да? По определенным линиям, по определенным точкам. Волосы. Следующий момент, лоб. Три пальца сжимаете вместе, ставите на зону третьего глаза и по часовой стрелке вращаете три раза по 12. Это есть в комплексе 12 все. Просто нужно это начать делать, знаете, с утра вот именно в это время особый ресурс у вас появляется. Глаза, значит, уже предполагается, что сделана гимнастика для глаз. У вас особая радость с утра. Набираете в рот холодной воды, да? Ну, кто-то с крана, кто-то уже имеет возможность волшебную нашу коралловую водичку пить структурированную. Набираете в рот холодной воды, откручиваете холодный кран и в открытые глаза плещете себе вот таким вот образом, прям в открытые глаза вот эту холодную воду, до тех пор, пока вода во рту нагреется. Если это коралловая вода, просто ее глотаете. Если это вода из крана, вы плевываете. Вы уже в определенном состоянии. Мы идем сверху вниз, если вы заметили. Нос, друзья, особая ситуация. Если у кого-то есть возможность, я говорил, что покажу вам кое-что. Если у вас у кого-то есть возможность вот такую штуку приобрести, кто путешествует, вообще проблем нет, это называется нетипот. Это специальная штука для промывания носоглотки. То есть, ну не буду сейчас показывать, чтобы было и куда выливалось. Наливаете сюда, допустим, ту же коралловую водичку. В зависимости от того, что вы хотите. Если человек простужен, то снимается, собственно, единоразом. Если у человека дурные мысли, кстати, то они уходят единоразом. И наклоняете голову, в одну ноздрю вставляете кончик на теплот, и, собственно, из другой ноздрей выливается. 12 раз в одну сторону щитов, 12 щитов в другую сторону. Попробуйте один раз это сделать. Ну, я не знаю, как это передать. Особые ощущения, особое настроение. И потом, знаете, особая четкость мысли и особая чистота, такая внутренняя чистота. Зубы. Ну, такая отдельная песня, скажем так. Меня этот вопрос очень интересует. И, собственно, я хочу поделиться сейчас с вами. Как это издревле делают, ну, например, йоги. Как это издревле делают монахи-отшельники, мудрецы различных уровней и конфессий. Делается очень просто. Примерно треть ложки, вот такой хочу еще вам необыкновенный инструмент показать. Такой совершенно необыкновенный, чайная ложка называется, да. С этим, я думаю, попроще, чем с этим вот будет. Она пригодится. Треть ложки набираете, ну, например, поваренная соль. Я пользуюсь морской солью. Кто-то пользуется, у нас есть соль с микрокластерами, соль для ванны, да. Не суть, да. Просто набираете и под языком ее держите до момента, когда эта соль полностью растворится. Вот здесь я делаю акцент. Если соль не растворилась, кристаллы, вы можете поранить десны, внутреннюю полость. Ну, и это еще неприятно, кроме цифры. Вот когда растворилась, то есть, как практически это делать. Я кладу немножко соли под язык и делаю тогда вот все то, о чем я рассказывал. В глаза холодная вода, да, промываю нос в это время, а соль в это время растворяется. И, собственно, что происходит потом? Потом, ну, можно добавить немножко, там, пару капель масла, например, чайного дерева. Очень хорошо работает и мне очень нравится. Можно, там, порошок, например, у нас есть шикарный микробайд немножечко. И чистится зубы, полость рта, десны. И, наконец-то, вот эта рапа, вот этот перенасыщенный раствор соли, который у нас был все это время во рту, мы его выплевываем и получаем первое счастье в жизни. Это реально так и есть, знаете, это счастье, когда первый раз освободился от вот этого, знаете, все, уже больше вообще, в принципе, не нужно. Я немножко шучу, но на самом деле особое удовольствие. И, собственно, едем дальше, язык. Значит, ложка, так же, ну, как делают там адепты, они прямо руками вычищают язык себе. Ну, я до такой высоты не дорос, поначалу я это делал ложкой. Просто берешь и от основания до кончика языка счищаешь вот это вот нечто все. Да? У нас что там по времени? Ну, не знаю, как бы уложить. Ну, очень важная тема, поэтому у кого есть время и терпение, подождите еще несколько минуток, потому что, ну, не могу просто удержаться. Хотя говорил про 45 минут, но вообще-то тема на полтора часа, вот хотя бы за час, может быть, основные моменты, чтобы мы уложились. Да? Язык. Значит, есть специальное приспособление, тоже, вот, путешественникам, не знаю, как это, можно показать поближе. Просто вот такая пластинка, да, согнутая, чистая, они есть пластиковые, они есть. Я, мне когда-то из Москвы из аптеки какой-то привозили, вот это, собственно, вот это, я не помню даже, где это куплено, по-моему, в Ашраме Саи Бабы, ну, не помню точно, но не суть. Они сейчас везде есть, в принципе, эти приспособления, от основания языка к кончику. Каков эффект, собственно, для чего это делать? Знаете, сейчас вот эта модная тема, всякие, как это, освежители полостерта, или как это называется, и аэрозоли, и там, и что, что только, знаете, целая индустрия с этим работает. И, в принципе, вам это ничего не будет нужно, если вы раз в день, особенно утром, после ночи, будете счищать с языка вот эту, ну, даже не рекомендую рассматривать ее, потому что слизь, не знаю, не слизь, гадость какая-то, особая чистота, особое состояние, знаете, проще один раз попробовать, чем вот я буду долго рассказывать. И шея, значит, что, есть разные варианты, что рекомендуется. Берем воду и сильно растираем 12 раз одной рукой, трем шею, да, таким вот образом, и потом 12 раз другой, трем шею, собственно, очень интенсивно. И, в принципе, если вы даже на этом остановитесь, вы уже почувствуете особое ресурсное состояние. И теперь, это вот самые главные моменты с утра, почему на этом остановить, потому что, ну, как с утра вы начали, вот так ваш день потом и пойдет. Просто попробуйте, друзья. И, собственно, что еще важно? Еда, да, то, что мы делаем регулярно, кто-то 3 раза в день, кто-то 4 раза, более раз в день, да. Я не призываю вас, собственно, менять полностью, там, питание или распорядок питания. Я призываю вас немножко подредактировать время. Вот посмотрите, пожалуйста, на экран, смотрите, я есть то, что я ем, да, с 6 до 8 утра. Мы уже знаем, что это астрономическое время, да, то есть солнечное время. Оно не такое, как на часах. Кто-то из вас может сказать, что это для меня слишком рано. Просто посчитайте поправку в своем регионе и попробуйте это сделать. Почему это важно, друзья? Почему это важно? Давайте сейчас до обеда дойдем, и, собственно, я на этом еще раз зафиксирую ваше мнение, потому что это самое главное. Не что вы едите в начале самое главное, а когда мы едим, понимаете? Это реально, это очень важно, поэтому, собственно, мы к этому вернемся сейчас. А сейчас пойдем немножко дальше. Распорядок дня. Лучшее время для саморазвития. Вам нужно что-то запомнить, вам нужно что-то проанализировать. Не знаю, все, что связано с изучением, обучением. Это время с 6 до 10 часов утра. Если у вас уже создан остаточный доход, если вы финансово свободный, позвольте себе это время сделать священным временем. Мои друзья знают, что, ну, как минимум до 9, меня лучше не трогать, не потому что я сплю, а потому что я в это время, это самая моя интенсивная работа, понимаете? Самое главное, что вот создано в жизни, начато все, как минимум, или создано именно в это время. Почему? Потому что с 4 утра или с половины четвертого, да, когда, как у меня получается, уже пройден определенный путь. И вот здесь уже, не знаю, вы обратили внимание или нет, попиваем живую водичку. Это очень важно, да. То есть утро началось, предположим, вы уже имеете возможность, до 10 утра вы сделали самые важные свои дела, все запланировали. По принципу создания дважды, кто смотрел планирование, вы уже создали некоторые встречи на сегодня, и они так и происходят. Если вы сделали именно так вот эти все действия, о которых мы сейчас говорим, соблюдая последовательность, соблюдая уважение к силам природы, к Солнцу в данном случае. И смотрите, что, ну, очень бегло я говорил, с 9 до 17. Самое плодотворное время для созидания. То есть чем бы вы ни занимались, труд приносит в это время максимальные результаты. Максимально возможные результаты, здесь так и написано. Поэтому, если вы научитесь работать тогда, когда нужно работать, и не работать, когда не нужно работать, вы просто, во-первых, увидите свою эффективность и ресурс. И во-вторых, ну, другая сторона медали. Высвобождается то самое, о чем мы говорили изначально. Высвобождается свободное время при максимальной вашей эффективности. Едем дальше. С 10 до 11 физические упражнения. Если кто-то занимается физическими нагрузками, идеальное время с 10 до 11 утра. Я говорю об утренних тренировках, есть еще вечернее время для тренировок. И обратили внимание, попиваем живую водичку. Друзья, где ее брать? Я говорю о волшебной воде. Вот если бы у нас в клубе только была вот эта вода, я бы уже был здесь. Я раз за разом это подчеркиваю. Я не говорю, что обязательно всем нужно заниматься этим как бизнесом. Но воду чистую, живую, структурированную, просто необходимо сегодня пить. Для чего? Ну, посмотрите хотя бы на распорядок дня. Постоянно до 6 утра, обычно около полутора литра воды, мелкими глоточками. Волшебная вот эта структурированная. Я уже обычно выпиваю. Вы понимаете, откуда такой ресурс? Итак, подошли к обеду. То, о чем я уже говорил. Это время, когда реально можно злоупотреблять. Если вы склонны к пищевым злоупотреблениям, в это время переваривается все. И, собственно, почему я об этом говорю, и, собственно, в чем суть заявления. Если вы делаете это вовремя, что значит вовремя с 11 до 13 часов. С 11 до 13 часов. Почему практически все ограничения здесь снимаются? Потому что в это время вам не нужно тратить никаких усилий на переваривание пищи. Пищу за вас переваривает солнцем. И наверняка слышали такое выражение «огонь пищеварения». Вот это и есть тот огонь, который дает нам планета, замечательное солнце, которое дает нам радость, счастье, процветание. И еще и огонь пищеварения. То есть, если мы едем вовремя, нам никаких усилий не нужно затрачивать на то, чтобы пища переваривала. У кого-то проблемы с ЖКТ, ну вот, понимаете, да, с чего начинать. И опять-таки, смотрите, идем дальше, да, попивая везде живую волшебную водичку. С 16 до 17, можно дальше? С 16 до 17. Это время золотого солнца. Это волшебное время для тех людей, которые осваивают какие-то практики, какие-то новые последовательности, какие-то новые, не знаю, новые какие-то знания получают. Это идеальное время. Все, что изучается наново, в идеале запоминать в это время. Это как раз вот перед тем, как солнце собирается заходить. Оно становится такого обычно золотистого цвета зачастую. И потом, то, что вы изучили в это время, во-первых, вот так происходит, очень быстро все происходит. И во-вторых, оно само потом смещается в то время суток, когда, собственно, для которого и предназначено, да, то, что вы изучаете. И опять-таки, ну уже, наверное, понимаете, да, попиваем живую водичку. 17-18. Ну, в идеале, друзья. Кто-то из вас спросит, ну как же, вот я на работе, как раз вот все это... Друзья, вот вам стимул. Вот вам стимул. Создайте бассивный доход. Упорядочьте распорядок дня. И вам не придется жаловаться ни на жизнь, ни на здоровье, ни на атмосферу, ни на какие-то внешние там причины. Здесь, вечерний душ, если вам хочется кушать, это что-то типа полдника, там фрукты, я не знаю, кисломолочные продукты. Если ужин, конечно, вам необходим, на что здесь, собственно, и делается упор. С 18-ти до 21-го мы заканчиваем, друзья, практически подходим к завершению вот самых главных моментов. Анализ дня, ежедневное планирование, вот опять-таки, кто сейчас вспоминает тему планирования, это как раз вот оно. Специальные программы, если вы изучаете какие-то там тексты, священные писания, вот это как раз оно. Ни телевизор, ни разрушающие там какие-то сериалы, или программы новостей. Нет, это именно то, что ведет вас к вашим целям. Помните, мы говорили, секрет реализации любых желаний? Думайте об этом, говорите об этом, слушайте об этом, читайте. Вот это как раз тот самый случай. И попиваем, конечно же, живую водичку. После 8 часов уже особо не рекомендую на воду налегать. И, собственно, наступает ночь. И вот здесь то, о чем я вам говорил, вот здесь еще раз, пожалуйста, сосредоточьтесь, потому что это очень важно. Видно на экране, да? Смотрите, с 9 до 11 вечера тонкое тело восстанавливается, умственные способности, силы радуга, появляется сила счастья. Если вы в это время регулярно не спите, причем не имеет значения, вы на работе, или просто сами убедили себя, как я когда-то, что я с аватом, или еще какие-то программы работаю, это ваша проблема, друзья. Просто попробуйте это делать, вы убедитесь, как это эффективно, как это легко работает. Для тех людей, которые просто не представляют, как это вообще практично, как у меня когда-то было, есть очень простой совет. Каждый день будильник на 5 минут раньше. Соответственно, вы немножко раньше начинаете ложиться, потому что хочется, да, немножко раньше заснуть. И за неделю вы посчитаете, да, там 5 и 7, 35 минут, но на полчаса сдвинули. Практически за месяц вы сдвинули время на 2 часа. То есть вообще никаких отговоров нет. Ваша добрая воля, и все. Ну, стоит того, я же говорю, стоит того, хочу немножко, чтобы вы просто попробовали. Здесь вот активность праны, ну, знаете, да, жизненной силы, силе, потоках этих всех. Вот, кстати, скажу еще одну еще очень важную деталь по этому поводу. Если вы ночью проснулись по каким-то причинам, не имеет значения, кто-то там мотоцикл поставил, да, как вот в моей истории, или там, ну, что-то произошло, просто вы проснулись, не понимаете почему. Бывает такое, знаете, если часто человек живет не по распорядку солнечному, да, в разрез с законами природы, бывает такое, что, знаете, какие-то сны снятся кошмарные. Это вот как раз все есть оно. Если вы проснулись, вставайте сразу. То есть, это еще одно мистическое знание. Проснулся, вставай. То есть, просто сначала встань, а потом уже думай, что ты там проснулся. В идеале сходить, например, в туалет, там, и вы можете ложиться потом дальше спать, в принципе, да, но вот просто попробуйте. Я даже не буду сейчас углубляться, но это очень древнее, очень важное знание. У вас перезапускаются все процессы, причем, если вы этого не сделали, они перезапускаются совершенно неправильным образом. И это одна из главных причин, там, расстройств, начиная с нервных, и кончая, там, физиологических, так, простых. Если бы люди это знали, понимаете, еще до лекарств, понимаете, просто исправ распорядок дня, и будь здоров и счастлив, собственно, к чему и призываю. Ум начинает работать, помните, я говорил, что в определенное время сна человек ничего не слышит, понимаете. Вот ум работает, человек видит сны, ну вот, собственно, то, как вы себя программируете. Ну, а гунах сейчас не будем, собственно, особо углубляться, кто-то знает, кто-то не знает. В основном, сны зависят ваши от питания во второй половине дня, особенно после шести часов, едите или не едите, и что конкретно вы едите, и от того, чем вы загружаете своё сознание на ночь. Если это боевики какие-то, если это программа новостей перед сном, ну, ну что, ну, что хотели, то и получили, да. Итак, едем дальше. С часу до трёх уходят влость, гнев и раздражение. Почему? Потому что мы восстанавливаем, мы, собственно, это не мы, друзья, это уже луна делает всё, понимаете, восстанавливается, эмоциональная сила, понимаете, это то, чего нам зачастую так не хватает, то, что позволяет держать удар, как говорят, да, что-то случилось жуткое, да, никто не застрахован. У вас есть эта внутренняя сила, у вас есть сила разговаривать с людьми так, чтобы вы были людям интересны, понимаете, не раздражать их, понимаете, не выбивать из коле, а наоборот, притягивать их к себе. Вот нужно спать в определённое время, вот и, собственно, весь секрет. И после трёх часов, ну, собственно, кто рано встаёт, тому Бог даёт. Я вам уже это рассказывал, буквально ещё там несколько моментов. Почему, прочли уже, наверное, да, энергия опускается в нижние центры. Отсюда, собственно, и все, как бы, все вытекающие последствия. С трёх часов способность саморазвития. Если вы встаёте в три часа, там, с трёх до четырёх, да, по солнечному времени, подчёркиваю, по астрономическому времени, вы можете многое понять в это время. У нас есть эти слайды, не знаю или нет. Если вы встаёте в четыре часа, да, с четырёх до пяти, это ваш успех. Успех в управлении, реализация собственных целей, собственных задач и так далее, и так далее. Это четыре часа. Ещё раз просто подчеркну, потому что это, собственно, самое главное. Это самое главное. Если вы только это вынесете сегодня с нашей школы открытой, я буду просто счастлив. Если вы встаёте с пяти до шести, это здоровье и благополучие. Благополучие. Ну, есть, не знаю, видно на слайдах, не видно. И, собственно, если происходит то, что зачастую происходит в большей части, вот как со мной происходило, как может быть с кем-то из вас сейчас. Если вы встаёте после шести часов, ну, вы должны знать, на что вы себя программируете. Это болезнь. Ну, вот посмотрите на этот слайд. Неудача. Знаете, вот везёт, не везёт, друзья. Вот не везёт. Почему же не везёт? Да встань ты вовремя. Солнышко тебя будило ещё час назад, два часа назад, три часа назад. Уже мотороллеры ставили, уже там, не знаю, что-то включали. Просыпайся, всё, ты начинаешь, сознание начинает работать и ты начинаешь резко всё слышать, даже во сне. Соблюдая законы природы, собственно. Ну, и в этом весь секрет. Друзья, в принципе, в принципе, вы молодцы, вы уложились. И самое главное, самое ценное, вот что у меня есть по этому вопросу, я очень старался, чтобы хотя бы немножко, как бы, донести до вас, вы знаете, эмоциональную составляющую, чтобы создать вот это воодушевление, попробовать, попробовать. И, вы видите, наверное, на данном слайде, это вот фильм, старый уже на сегодняшний день, из фильма «Матрица». Выбор, друзья, в этом всё дело. От того, какой выбор ты делаешь сейчас, зависит, какой точке окажешься завтра. И это на самом деле так и есть. В завершение, что я хочу сказать. Какой у нас, собственно, выбор, друзья? Какой у нас выбор? Вы можете ничего не менять вообще. Вы можете продолжать жить так, как жили раньше. И, в принципе, если вас всё устраивает, ну какие проблемы? Не запрещено. Но если вы хотите улучшить в каком-то из своих направлений свою жизнь, друзья, присоединяйтесь, присоединяйтесь к нашему воодушевлению, присоединяйтесь к нашим школам, присоединяйтесь к нашему вот этому, знаете, возбуждению, которое мы создаём и передаём, и люди, принимая его, становятся лучше. Люди становятся более здоровыми, люди становятся более счастливыми, начинают зарабатывать деньги, начинают путешествовать, мечты реализуются. Именно этого я вам искренне желаю. Если надумаете это делать, первое, что нужно делать, что вы уже знаете. Будьте успешны вместе с нами. Компетентный путь и победит по дороге к счастью! Сверху на земле уважай, кто-то верит, кто-то прай, по дороге к счастью! По дороге к счастью! Разрубимы в своей судьбе, относись к другим, как в себе, по дороге к счастью! По дороге к счастью! Просит о нити, не один, все удачи мы разводим. По дороге к счастью, по дороге к счастью, по дороге к счастью.